Библейский портал экзегет.ру представляет Слово как молоко для младенцев. Ну что такое младенцы? Это существа такие очень простые, зависимые от своих родителей полностью. И собственно христианин такой же. Вы приступаете к нему, к камню живому, который люди отвергли, а Бог избрал и оценил. Такой образ отверженного строителями камня в пророческих книгах встречается у Исаии особенно. Из вас самих, как из камней живых, пусть будет выстроен духовный храм, а вы станете священнослужителями и приносите благодаря Иисусу Христу угодные Богу духовные жертвы. О чем идет речь? Есть иерусалимский храм, во времена, когда Петр это пишет, видимо, еще есть, еще не разрушен. И христианин строит храм в себе самом, где он и священнослужитель, и прихожанин, молящийся тот, кто в этот храм приходит. И, по сути дела, в идеале он уподобляется жертве Христовой, то есть он и жертва, которая там приносится. Вот дело не в этом каменном здании, которое стоит в Иерусалиме, дело в том, что внутри отдельного человека, внутри общины. Вы сами становитесь храмом. Ведь в Писании сказано, и дальше у нас цитаты из книги Исаии про тот самый камень. «Кладу я на сионе камень, во главу угла камень, избранный и ценный, и кто доверится, ему стыдиться не будет. Для вас, кто поверил, он действительно ценен, а для неверных это камень, который отвергли строители, но он лег в основании угла». Это уже из Псалтирии, 117-й Псалом. «Камень, который споткнутся, скалаясь, за которой впадут соблазны». Это опять Исаия, 8-я глава. То есть, смотрите, вот строили из камней, да, и понятно, строитель выбирает камни. Какой-то камень он отвергает, а потом оказывается, что это и был самый главный, самый ценный камень. Ну, а раз его отвергли, бросили, то об него люди спотыкаются. Вот очень практически и понятный образ этих самых преткновений, соблазнов и прочего. Спотыкаются они потому, что не верят в слово, как и было предопределено. «А вы, избранный род, царственное священство, святое племя и особый его народ». Смотрите, «вы, избранный род, царственное священство». То есть, в Ветхом Завете там есть священники, это потомки Аарона, левиты из племени или колена Левия, все остальные израильтяне. А вот вы все потомки Аарона. Вот у вас нет этого деления на касты, на группы, на сословия. «Вы все христиане, вы все царственное священство, святое племя, особый народ». Это тоже некоторые цитаты из книги «Исход», но с дополнениями. «Ваша доля возвещает, как великолепен Бог, который призвал вас из тьмы к своему дивному свету. Прежде не были вы народом, а теперь народ Божий. Прежде не знали милости, а теперь помилованы». Здесь он сплетает, по сути дела, свой текст из таких цитат и аллюзий, это уже из второй главы пророка Оси, где там «Непомилованное» стало помилованной. И вот он возвышает своих читателей, он говорит, смотрите, вы были никем, вы стали всем. Я знаю, что это цитата из «Интернационал», но в «Интернационале»-то она вот из этих текстов взята. И не через насилие, не через разрушение, а через милость Божьей вы стали всем. «Возлюбленные, я призываю вас держаться подальше от плотских желаний, которые осаждают душу. Вы в этом мире странники и чужаки». Ну, то есть, если я там проезжий, если я на вокзале нахожусь, я не прилипаю к этим киоскам этого вокзала, когда там шаурма вкусная продается, я там жизнь собираюсь с этой шаурмой в зубах. Нет, я просто прохожу через этот зал и сажусь на свой поезд. «Вы так в этом мире», — говорит он, — «не прикипайте душой к этому всему. Вы живете среди язычников, так проявляйте себя с лучшей стороны, и тогда те, кто сейчас оговаривает вас и называет злодеями, в день пришествия увидят ваши добрые дела и прославят Бога. Что делать, если оскорбляют твои чувства верующего? Подавать в суд, мстить самому, огрызаться, ругаться. Живи так, чтобы, когда придет Христос, устыдились те, кто тебя называл, кто оскорблял твои чувства. Вот и все. Единственный рецепт, который апостол Петр здесь предлагает. «Подчиняйтесь ради Господа всем, кому положено среди людей». И никаких революций, да, то есть соблюдаем установленные нормы, даже если эти нормы не в нашу пользу. «Подчиняйтесь ради Господа всем, кому положено среди людей, будь то царь, как верховный правитель, или наместники, которых царь назначает, чтобы они карали злодеев и награждали тех, кто творит добро». Ох, часто ли они награждают тех, кто творит добро и карают злодеев? Не бывает ли наоборот? И говоря об искушениях, о гонениях, сам Петр, наверное, подразумевает, что вот христианам достается. И понимаете, если бы всегда начальники карали злодеев и награждали достойных граждан, то подчинялись бы им с большим удовольствием, чего таким-то не подчиняться. Проблема в том, что они редко бывают такими. И что же Петр предлагает? «Революцию не делайте», — говорит он, — «подчиняйтесь, но не сказано, что вы считаете все, что они делают, добром». Здесь нет такого сервилизма, нет такой угодливости. Воля Божья в том, чтобы вы своими добрыми делами прекратили пересуды людей безрассудных и несведущих. То есть единственное оружие христианина — это достойное поведение, все. Он не борется за свои права, за переустройство общества, он ведет себя достойно. «Вы свободны, но перед Богом вы рабы, так что не делайте свободу прикрытием для порока. Всех уважайте, братству любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот набор максимум, который довольно трудно исполниться. «Вы свободны, но перед Богом рабы». То есть вы не скованы какими-то рамками законов, приличий, но почитайте власть и отдавайте ей то, что она требует. Уважайте всех, любите братство. То есть некий идеал жизни в мире и с людьми, и с государственными, общественными структурами, но самое главное, что при этом боятся Бога и любить своих единоверцев. Это выше всего остального. «Ну и как некоторые практические вывод слуги, подчиняйтесь совсем трепетом своим господам, причем не только добрым и кротким, но и суровым. Ведь это благодать, сознательно ради Бога переносить незаслуженные страдания. Что похвального в том, чтобы сносить побои за свои грехи. Но если вы творите добро и терпите за это страдание, это благодать от Бога». Вот не нравится мне этот абзац, я честно скажу. То есть что говорит, смотрите, слуги, если вас злые, жестокие хозяева бьют, терпите и радуйтесь. Нам очень долго объясняли коммунисты, например, что вот христианство – это религия, которая держит рабов в рабстве. Религия, которая говорит им, ничего, потерпите, вам потом на небе воздастся. А пока делайте все, что вам говорят, отвлекает их от борьбы за свои права. Отвлекает ли? Ну, с одной стороны, да. Петр явно не призывает к восстанию Спартака, к социальной революции и ко всему прочему. С другой стороны, он все-таки переводит разговор в другую плоскость. К этому вы и призваны. Так и Христос пострадал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по его стопам. Он не сотворил греха, не оказалось лукавства у него на устах. Это сейчас уже из Исаии цитаты, там дальше они будут тоже. На брань не отвечал он бранью, терпел страдания, не угрожал в ответ, но предоставил воздаяние праведному судье. То есть, смотрите, вы в этом терпении не просто проявляете такую, знаете, рабскую покорность, да, то есть все, что с вами не делают, а вы только улыбаетесь и говорите, так точно будет исполнено. Но вы уподобляетесь Христу. Вот этому страданию, которому, казалось бы, нельзя найти оправдание, он придает смысл. Вот был такой психолог Виктор Франкл, он оказался в годы Второй мировой узником концлагеря. И он писал о том, что самое страшное в концлагере были не побои, не голод, не издевательства, а бессмысленность всего этого. То есть, если человек, допустим, солдат на фронте понимает, что он сражается с врагом, поэтому он терпит голод, холод, опасности, получает раны, но он понимает, что он победу приближает. А заключенный в бараке, которого избивают, морят голодом, не видит никакого смысла в своих страданиях. И книга Франкла, собственно, которую он потом написал в «Поисках смысла», она называется, она говорит, что «Найди свой смысл сам, и тогда ты сможешь выжить». Бессмысленность убивают, да, убивают не столько голод, холод и побои, сколько вот ощущение того, что нет никакого смысла в этом мучении. Да, и человек кончается собой даже вполне благополучно, не в концлагере, а сколько людей кончается собой, ну, казалось бы, не имея каких-то ужасных жизненных ситуаций. И он говорит, смотрите, если вы слуги в таком состоянии, что вы терпите побои, найдите смысл в Христе, найдите смысл в его страданиях. Это немножко другое, чем то, в чем нас уверяли, все терпите как бараны и ни на что не жалуетесь, да? Ну, разницу эту надо еще увидеть. И главное, он предлагает выход, который, да, вынесен в вечность. Он не состоит в том, что вот сейчас вы потерпите, а потом мы свергнем рабовладельческий строй, установим коммунизм, и все будут жить счастливо и долго, как говорили в 1917 году. Ну, что получилось, мы тоже знаем. Выход в вечности. Это он в собственном теле вознес наши грехи на крестное древо, чтобы мы скончались для грехов и ожили для праведности. Так рано его вы исцелились. Это опять все пересказ 53 главы Исаии. То есть наше страдание он принял на себя для того, чтобы исцелить наши же грехи. Если вы страдаете, вы просто оказываетесь вместе с ним на этом кресте. Все вы были как заблудчивовцы, а теперь обратились к пастырю и наставнику ваших душ. По-прежнему вот возникает этот вопрос, почему же христианство изначально, это самые первые тексты, это Новый Завет, так терпимых социальной несправедливости. Мне кажется, в силу, прежде всего, колоссального реализма. То есть восстание Спартака не привело к победе над рабовладельческим строем, оно привело к огромному количеству смертей, прежде всего, самих рабов. Но и не только. Смертей, прежде всего, невинных людей, тех, кто не был повинен в каких-то издевательствах над рабами. И, по-видимому, вот так устроена история, что любая попытка огнем и мечом установить справедливость на этой земле заканчивается еще больше несправедливости, заканчивается страданием, прежде всего, невинных людей, которые погибают в терактах, войнах, в случайных каких-то перестрелках и так далее. Эта история повторяется раз за разом. И раннее христианство, вот, Новый Завет предлагает другой выход. Давайте посмотрим на того, кто принял на себя наши страдания для того, чтобы искупить наши грехи, для того, чтобы мы получили благую, осмысленную жизнь уже сейчас, не значит, без печальной, без страданий, но со смыслом, с содержанием и встречу с ним в вечности. Вот что предлагает послание Петра. Но на самом деле все раннее христианство, да и не только, наверное, раннее. Ну, а третье пойдет глава более подробного семейной жизни говорить. Продолжение следует...